А вот это уже интересно, поскольку здесь проявляется потенциальная манипуляция рынком XRP. Появляются доказательства того, что Ripple и GSR могут сдерживать цены Ripple XRP. Также сегодня мы поговорим о том, что Япония впала в техническую рецессию. А перед этим, кстати говоря, здесь заявлялось, что банки будут использовать XRP в 2025 году. Ну и поговорим о том, почему цена Ripple XRP может еще вырасти на 25% в феврале. Что касается рынка криптовалют, то по рынку криптовалют мы видим следующее. То, что здесь он проявляет некие признаки снижения. Здесь мы видим, что биткоин откатился от уровня 52 тысячи долларов. Альткоины, кстати, не сильно отреагировали на такой откат. На удивление, то есть на самом деле они держатся. И мы видим, что на самом деле ситуация на рынке сейчас стабильная. А если мы будем говорить про индекс страха и жадности, то сейчас в атмосфере рынка летает именно жадность. Многие из участников рынка не против взять альткоины. Биткоин, скорее всего, участники рынка не рассматривают. Хотя есть вера некоторых из них, что он будет 70 тысяч долларов в апреле. По крайней мере, об этом говорят метрики. Но на самом деле сейчас, конечно же, многие рассматривают альткоины. Что касается в целом рынка, то он так и не пробил психологическую отметку 2 триллиона долларов. В отличие от биткоина, который триллион долларов пробил психологическую отметку. Если мы будем говорить про XRP, то по XRP у нас картина следующая. Остается день и несколько часов, чтобы тот закрылся выше отметки 56,5 центов. И если это случится, это довольно-таки позитивный сигнал на открытие лонга. Почему? Потому что в таком случае у нас закрытие будет над 50 и 200 мувингами. В целом это может спровоцировать Golden Cross. И также над трендовой локальной линией, если XRP будет закрыт, то это довольно-таки хороший такой бычий сигнал. Если мы будем говорить про, значит, новости, то очень интересно, что Ripple и GSR Market Maker могут сдерживать цены XRP. Пришло ли время переоценивать динамику рынка и обеспечить естественный рост. Речь идет о письмах Брэда Гарринхауса и MarketMaker, где они, в принципе, обсуждали цены и обсуждали то, когда это будет происходить. Это, кстати, была переписка еще в декабре 2017 года. Но потом, кстати, в течение нескольких дней XRP еще ускорил свой рост и уже в январе 2018 года был на пике. Конечно, это имеет место быть, потому что, конечно, разработчики Ripple, которые имеют огромное количество монет, у них в интересах манипуляция с ценой, потому что они заправляют рынком. То есть им нужна определенная цена и они ее делают. Ну и после небольшой рекламной паузы мы поговорим о том, что у нас по Японии и другим данным интересным новостям. Оставайтесь. Это не просто реклама, а именно личная рекомендация. Досконально изучив и проверив платформу TheStake.eu, я уже долгое время получаю ежедневно по 10% ежедневной прибыли от вклада. Ни словом, а делом с изначального вклада в 4600 долларов. Моя инвестиция доросла до 18800 долларов, более 14000 баксов чистой прибыли. Именно поэтому хочу посоветовать TheStake каждому, кто желает на долгое время обеспечить себя высоким пассивным доходом без рисков и человеческого фактора, потому что в TheStake все на 100% автоматизировано. Обеспечивается столь высокий суточный доход умные системы автостейкинга и эфириума, где платформа владеет криптопулами. Столь эффективный стейкинг на базе эфириума позволяет получать от 4 до 10% в сутки за счет валидации транзакций в сети и получения за это повышенной комиссии. Чем и занимается TheStake. Проект сделан с расчетом на долгосрочную работу, и как показывает практика, он доказывает свои слова, а не словом, а делом. В данный момент в начале жизни проекта каждый желающий может инвестировать свои средства в стейкинг и получать стабильный суточный доход, забыв о финансовом вопросе на годы вперед. Вывод с платформы доступен в любой момент. Ссылка на проект TheStake.ru в описании под роликом. Что касается значения Японии, то она впала в техническую рецессию, банку Японии приходится совмещать поддержку ивена и хрупкий экономический рост. И это довольно-таки интересное совпадение, что это происходит после того, как Япония объявила, что к 2025 году каждый японский банк будет использовать Ripple XRP. И это довольно-таки интересно. Что также нужно отметить, что цена Ripple XRP может вырасти еще на 25% в феврале. Ripple вернулся к недавнего утраченной восходящей линии поддержки, которая существует уже 440 дней. Показатели недельного таймфрейма намекают на значительный рост. Но дневное закрытие ниже области 55 центов может спровоцировать резкое снижение цены. То есть на самом деле здесь ничего нового не объясняется. То есть в точности то, что я и говорил ранее. Поэтому еще раз в принципе подтверждаю свои мысли, что XRP стоит закрыться выше 56 центов на этой неделе. Что также нужно отметить, что Jupiter отказалась от инвестиций в 21 shares Ripple XRP и ATP. И на самом деле убытки управляющей компании ставили 834 доллара. Однако позже средства были возвращены. Причиной, кстати, отказа стали правила регулирования криптовалют в Ирландии. То есть если бы в Ирландии было бы все четко, то это было бы принято. То есть в плане того, что конечно же инвестиции в XRP и ATP. Ну и поэтому считаю, что в Ирландии должны ожидать регуляции и после этого начать инвестиции. И также об этом подтвердили иностранные источники, которые подтверждают, что соблюдение требований у Jupiter отзывает инвестиции в Ripple XRP и ATP на фоне вот Ирландии. Что также нужно отметить, что у нас есть следующий ключевой дедлайн, срок, который стоит посмотреть в криптовалютной битве между Ripple и SEC. И соответственно следующий дедлайн это у нас 20 февраля. Здесь у нас Ripple и SEC вступают в фазу средств правовой защиты. По делу уделяя особое внимание институциональным продажам и предстоящий срок рассмотрения дела, как ранее я уже заявил, это 20 февраля этого года. Также Ripple стоит отметить, что одержал знаковую победу, но сейчас уже речь идет о институциональных продажах. Например SEC заявляет о таких суммах, как 770 миллионов долларов издержек для Ripple. Если Ripple выплатит, то они сойдутся. Ripple же наоборот заявляет, что она может выплатить, но сумму гораздо меньше, до 30 миллионов долларов. И на принципе мы получаем, конечно же, продолжающуюся битву, которой дедлайн состоится 20 февраля. Но определенно это не будет какая-то решающая дата. Но и напоследок стоит отметить, что значит Core Devs, выпускает Ripple 2.1 для XRP Ledger. И стоит отметить, что у нас есть ключевые события. И это решение проблем стабильности XRP LAMM. Ключевые улучшения включают исправление ошибок внутренних объектов и предлагаемые поправки. Такие как Fixed Token Reserve и Template. И техническая информация показывает улучшение API и потенциальное влияние на обработку транзакций после вступления поправок в силу. Поэтому вот такие дела. Подводя итоги рынка криптовалют, что можем сказать? То, что рынок стоит довольно-таки неплохо на ногах. Стоит отметить, что потенциал роста биткоина, он еще есть. Но в целом я бы обратил внимание на потенциал роста криптовалютного рынка в целом. Считаю, что капитализация превысит 2 триллиона долларов. График ранее я показывал и объяснял почему. И, соответственно, считаю, что некоторые биткоины, которые себя вообще не показали, у них уже, в принципе, конечно же, заканчивается время. Вот это окно возможностей. Но я считаю, что они успеют это сделать. Определенно, возможно, не все, конечно же, но шанс такой есть. И духаулинга биткоина, конечно, остается 60 дней. Практически, скажем так, ничего, ровно 2 месяца. Поэтому здесь те, кто получил сверхприбыль, конечно же, совет просто фиксировать эту прибыль. Или же, конечно, выбирать те монеты, которые себя вообще не показали. Ну и, естественно, не вбухивать эту всю прибыль в ту монету, которая, по вашему мнению, имеет потенциал. Потому что, конечно же, можно остаться с носом. Но в целом вот те настроения, которые на рынке я вижу, а именно 70 тысяч за биткоин в апреле, они настораживают. Потому что, когда в СМИ такое говорят, ну зачастую все бывает наоборот. Вот такие дела. Всем привет, СМК и до новых встреч. Надежный способ получать высокий пассивный доход, это застык.ру. Ссылка под видео.